Здравствуйте, а вы в каком классе учитесь? Седьмой. Здесь все седьмой классы? Нет, седьмой, десятый, одиннадцатый. Отлично. Люблю именно в таком возрасте. А вы знаете, где Алтайский край? А где Барнаул, знаете, да, Алтайский край в Барнауле? Вот нашу Россию, карту представляете? Вот в центре мы, у Христа Захваза Хэль. Ну, на самом деле в центре. То есть от нас, что до Калининграда, что до Дальнего Востока, одинаковое расстояние, что в ту сторону, что в другую, что на север, что на юг, примерно одинаковое расстояние. На север чуть-чуть дальше, но все-таки немножечко южнее расположено. Но я не всегда там жила. Я родилась и выросла в Киргизской ССР. Знаете где-то? Это еще сильнее на юг. Это близко уже туда, к Монголии. На озере Иссыкуль есть такой город. Раньше он назывался город Пржевальск. Потом, когда Советский Союз распался, и тогда была Киргизская ССР, теперь стал Кыргызстан, они решили, что нужно вернуть городу историческое название, и он стал город Караков называться. Он на берегу Иссыкульского, на берегу озера Иссыкуль. И назван был городом Пржевальском в честь знаменитого путешественника Пржевальского. Про лошадей Пржевальского слышали? Почитайте. Это дикие лошади. В Монголии были открыты путешественникам Пржевальским. Когда я приехала в Барнаул, оказалось, что Пржевальский и его друг Семенов Тиншанский бывали в Барнауле не единократно. И такая вот ниточка получилась. В Барнаул я попала совершенно случайно. Когда я училась в школе, то мы учились 10 лет. Ну, у нас 10 класс последний. У нас 11 класса не было. Ну, программа была насыщенная довольно-таки. И мы за 10 лет успевали пройти то, что вы приходите за 11. По-моему, даже еще больше. А потом, когда школа закончилась, стал вопрос, где учиться дальше. Вопроса о том, получать высшее образование или не получать, у меня вообще не стояло. Стоял вопрос только, где учиться. И я еще, когда училась в 10 классе, я мечтала поехать в Ленинград. Тогда это назывался Ленинград, сейчас это город Санкт-Петербург. И поступать в педагогический институт имени Герцена. У меня была такая мечта. Я ее сказала папе, а папа сказал, у нас в Пржевальске есть свой педагогический институт, зачем тебе ехать в какой-то далекий Ленинград учесть тут? Ну, Ленинградский пединститут и Пржевальский пединститут, ничего сравнивать. Это же совершенно разные пединституты. Я на папу обиделась, мы с ним нассорились, потом мы с ним помирились, и он мне сказал, доезжай ты куда хочешь уже, но уже мечта была испорчена, и я не захотела больше ехать в Ленинград. И потом случилось такое событие, где-то за два-три месяца до окончания школы я влюбилась. И это была такая очень-очень бурная, очень такая, которая захватывала все, влюбленность. Но, к счастью, моего жениха, несостоявшегося, забрали в армию, поэтому школу я закончила. И, значит, ну куда-то надо учиться, а тут любовь, тут жених в армии, тут что делать, вообще неизвестно. И еще надо учиться куда-то идти, потому что остаться без высшего образования в Советском Союзе, ну это как бы означало, что хорошей работы не будет, да и как без высшего образования. Конечно, я же с ним училась на пятерке, на высшее образование получать. Вот. И моя как бы, ну, мама, получается, этого парня, она сказала, говорит, вот у нас, тебе же все равно уже ехать куда уже, в Ленинград не хочешь, но поехали, у нас вот есть родственники, я тебя буду знакомить с родственниками, и где-нибудь тебе понравится, там останешься, и будешь учиться, а жить будешь родственником. Ну, хорошо. Мы сначала поехали во Фрунзе, во Фрунзе я не захотела оставаться, а Фрунзе, знаете, да, это столица Киргизской ССР, Киргызстан, сейчас Бишкек, сейчас Бишкек национируется, был город Фрунзе. Вот, там мне не понравилось, мы поехали в Каратау, город Каратау, это на территории Казахстана уже. Там у них очень развита химическая промышленность, и у меня на третий день я начала задыхаться. Стало понятно, что в Караталу я не останусь. Потом мы поехали в Шевченко, город, это тоже Казахстан, на берегу Каспийского моря. Вот, в то время можно было просто ехать в любую точку страны, и как бы проблем не было никаких. Мы приехали на железнодорожный вокзал, я впервые увидела поезда. До этого мы везде ездили на автобусах, поездов до этого я не видела. Вокруг Иссыкуля поезда не ходят, потому что там высокогорье, там часто бывают землетрясения, и очень часто сели сходят, и как бы железнодорогу там не строили. А так везде тут на автобусе, на автобусе, на автобусе. И тут приехали, я впервые увидела поезда. И первый поезд, на котором я увидела, на нем табличка «Ташкент-Иркутск». И я сразу подумала, что «Ташкент-Иркутск» значит, наверное, едет через Новосибирск. А в Новосибирске есть новосибирский академгородок. Там много вузов. Наверняка, я же там себе что-нибудь такое подберу. И я подошла, вот прям тут же, это совершенно спонтанно было, подошла к проводнику и говорю, довезите до Новосибирска. Он говорит, да садись. Мне тогда даже в голову не пришло, что поезд вообще-то мог ехать вообще в «Ташкент». Но, видимо, какая-то судьба меня вела, и я села в поезд, у меня проводник посадил меня в проводниковое купе. Ну, вы же на поезде все ездили, да? Представляете? Да, вот. И все. Моя несостоявшаяся свекровка растерянно осталась стоять на перроне, потому что это было абсолютно спонтанное решение. Она даже «а» сказать не успела, как я уже сидела в поезде. Минут через пять двери закрылись, и поезд поехал. Проводник мне говорит, «Ну, ты посиди, я там всех усажу, белье раздам, билеты соберу, потом тебе билет с тобой ищу». Ну, ладно. Я сижу, жду, проводник прошел, всех обилетил, потом возвращается и закрывает за собой двери. И я хоть и была молодой и дурой, но я сразу поняла, что приехала, что ничем хорошим для меня это дальше не закончится. И я, тут у меня мозги включились, и я ему сказала, что ты видел меня там, тетка провожала? Он говорит, видел. Я говорю, «Она тебя запомнила, если меня тронешь, у меня 16 лет нету, я тебе посажу». И все, у меня сразу нашлось место в купе, меня поселили, то есть все нормально. В купе семья ехала, муж, женой и дочка. А я такая вся на взводе, я испуганная, растерянная, там адреналин, спать уже не могу. Ну, женщина увидела, что в купе зашла, какая-то такая вся возбужденная девочка. Она у меня начала расспрашивать, что к чему. Я ей рассказала, кто я, что я, куда я еду. Она говорит, ну, все из меня вытянуло, что куда я поступаю, приду. и тут, а им выходить нужно было на станции Жангестубе, это на границе с Алтайским краем, но еще в Казахстане. Станция такая есть. Вот. А на их место уже стоял в проходе, ждал, когда они выйдут, чтоб на их место, такой, знаете, зэк весь в наколках, уже, женщина посмотрела так на него и говорит, пошли-ка с нами выходи, не надо тебе дальше на этом поезде ехать. Ну, потому что вдвоем остаться с ним в купе, ну, страшно. Вот. И я вышла с ним. А вот куда? Вот она, степь казахская. Ничего больше там нет, никуда там, ну, поселок маленький. Ну, приехали, женщина говорит, ну, в Усть-Каменогорске есть тоже эпиденститут. Езжай в Усть-Каменогорск. Я приехала в Усть-Каменогорск, тоже на автобусе. Я посмотрела на этот пединститут, а там такое деревянное двухэтажное стане, заросшее кленами. Я посмотрела на него и поехала мимо до железнодорожного вокзала. Приехала на железнодорожный вокзал, а уже в Санкт-Петербург, ну, в Ленинград мечта была, как бы, порушена. Новосибирский Академгородок мечта тоже уже порушена после всего такого, какой там Новосибирск. Ну, куда-то-то ехать надо, страна-то большая, езжай куда хочешь. Вот. И я подошла к карте, ткнула в карту пальцем, выпал Барнаул. Я купила билет, приехала в Барнаул, вышла на перрон, вдохнула и поняла, что я этот город люблю. В этом городе не может такого быть, чтобы в таком прекрасном городе не было какого-нибудь вуза. и я решила, что я там останусь. Взяла гостиницу, переночевала там, на следующий день утром решила прогуляться, осмотреться, что здесь вот, где, где я теперь буду жить. Вышла на привоксальную площадь, там, там у нас очень красиво, в том месте, обошла, все так красиво. Цыган я тоже увидела впервые в жизни. И через несколько минут я осталась без копеечки в кармане, без золотых сережек, без ничего. И у меня даже не было денег дать памятную телеграмму, чтобы она росла во мне деньги. И мне осталось только три дня проплощенные в гостинице, и даже уже, ну, вот я пообедала, а поужинать уже нечего. То есть, все, вообще без денег. Ну, что делать? Надо что-то делать. Надо как-то с этим справляться. И я решила, что, ну, пойду куда-нибудь, там подам документы в ВУЗ, там дают общежитие для абитуриентов, я устроюсь в общежитие, ну, там как-нибудь, да, ну, что-нибудь да получится, как-нибудь там, уж стипендия будет какая-нибудь. Я же тогда еще не знала, что стипендия только студентам, что и то еще я заслужить надо. Вот. А я к тому времени уже узнала, что есть в Барнауле медицинский, педагогический, политехнический, классический институт культуры, аграрный институт, то есть, ну, сейчас это все университеты, тогда это были институты. Вот. И вспомнила, что бабушка мне говорила, что у меня очень легкая рука, и бабушка хотела, чтобы я была врачом. И я решила, что пойду учиться в медицинский институт. Ну, на проезд мне уже денег не было, я узнала, где он расположен, пешком на него дошла. Там, ну, минут 30-40 от гостиницы, да, медицинского института. Сдала документы, а оказывается, что только через месяц начнется. Я туда приехала в начале июля, а прием экзамен вступительный только в августе, и для абитуриентов общежитие только с августа будет, а в июле нету ничего, что хочешь, что и делай. Ну, я стою, расписание переписываю, а сама в это время думаю, и как теперь дальше жить, что делать, потому что вообще не знаю, что делать. Рядом стояла женщина с девочкой, с дочкой со своей, и они тоже переписывали расписание вступительных экзаменов. Ну, и видимо, у меня на лице все было написано, и женщина начала со мной разговаривать, спрашивать, что, да как. Расспросила меня, я ей все рассказала, как я оказалась в Марнауле, как я встретила цыган. И женщина говорит, да поехали у нас, поживешь в городе Камни-на-Аби этот месяц, а потом, когда начнутся вступительные экзамены, ты приедешь, сдашь, и тогда тебе дадут и общежитие, все будет нормально, ну, и деньги тебе на телеграмму маме, да. Я поехала к ним, месяц жила у них, денег с меня никаких не взяли. Вот представляете, вот первый раз девочку увидели и взяли к себе на месяц пожить, и все это, не денег, ничего. Я у них, огромное спасибо этой женщине, я теперь, у меня такой принцип, если я вижу студента в трудной ситуации, в какой-то, допустим, на остановке стоит ли денег, на проезд нету, или там еще какая-то сложная ситуация, я вижу студента, я всегда помогаю в памяти вот той женщине, которая в свое время помогла мне. Приехали мы сдавать экзамены в медицинский институт, а я в школе училась хорошо, и я хорошо училась по всем предметам, но особенно у меня любимая учительница была по физике, Дубчева Софья Павловна, ее зовут, и я по физике, вот знаете, есть сейчас, если олимпиады в школах же проходят, да, у вас есть олимпиады, вот есть школьные, потом районные, городские, областные, или там краевые, а потом всероссийские, вот, а в то время были вот эти школьные, областные, краевые, ну, городские, потом краевые, потом республиканские, потом всероссийские, всесоюзные. Вот я на республиканской олимпиаде по физике четвертое место заняла, то есть выше уже оставалось только всесоюзное, ну, там на всесоюзную брали только тех, кто первые три места занял, а у меня четвертая была, ну, у меня все равно то есть это по нашей школе это был рекорд никто так высоко не поднимался вот а тут медицинский медицинский и вот сдаем экзамены первый экзамен по литературе простой второй экзамен там парус по математике потом по русскому языку простые я по обоим экзаменам пятерки получила потом следующий экзамен по физике я физику великолепно знал про олимпиаду рассказал вот и пока парень ходил записывал всех абитуриентов все решали задачки он ходил по рядам и записывал кто пришел и к пока он ко мне подошел у меня уже первые два вопроса были решены все уже ответ написан был а задачу я знала решение мне осталось только записать он подходит и говорит а вы не со своей группой пришли ваша группа до обеда сдавала я говорю что делать теперь в точку приходить на следующий год кстати как обильно вот не обидно было бы если пьяни прошла по конкурсу не обидно было бы если бы я завалила или там еще что-то а тут просто неправильно записала расписание потом не проверила его пришла не со своей группой ну я конечно наревелась вернулась общежития пришла общежитие наревелась как не знаю кто потому что обидно жутко обидно а потом слышу по радио объявляют что алтайский государственный университет на физический факультет объявляет дополнительный набор я думаю чего я голову ломаю у меня физика всегда была на первом месте и я пошла университет собрала документы отнесла документы сдала первых два экзамена на пятерки меня по эксперименту зачислили там проходил эксперимент что если первые два экзамена студент авиатурен сдает на пятерки и поломан он остальные экзамены издает его просто зачисляют на первый курс и все вот меня зачислили на первый курс далее общежитие дали степенью и жизнь молодилась первое высшее образование у меня я физик по кафедре теоретическая физика но уже когда я училась на втором курсе я понимала что всю жизнь посвящать науки физики я не хочу мне скучно мне интересно узнавать что там с людьми почему люди поступают так они иначе почему взаимоотношения именно такие то есть почему люди такие почему они так поступают мне это было очень интересно поэтому я как только закончила университет фисфак я поступила в педагогический институт на психолога и получила второе образование у меня два высших образования по одному образованию физика по второму психолог вещи совершенно не совместимы но тем не менее у меня они совместились и как ни странно в литературе они меня это вот два моих крыла на которых я летаю это физика по твердой основы твердая наука это научное мышление да это отношение к факту что если факт есть мы должны либо объяснить его либо принять потому что и без объяснений с объяснений потому что факт это факт вот и психология это тонкие материи это внутри это что такое люди общение да вот и пока училась в университете еще на физфаке вышла замуж у меня трое детей две дочки и сын дети уже взрослые старшей дочке 36 лет младшей дочке 25 лет сыну 29 кицу слюки но как лету пока писать я начала еще в школе когда училась причем это было так я человек по жизни очень активный мне все надо мне надо посмотреть я даже космический скафандр меряло настоящее которое в космосе если интересно я потом попозже про это расскажу вот я пришел на скафандр отвлеклась встала писать еще в школе это было так нужно провести какое-то мероприятие нужен сценарий да пожалуйста нужен сценарий в стихах далеко вот но я это не считала литературой потому что литература писатели да это те кто висят в кабинете литературы портреты вот это писатель а это что такое просто сценарий которые мы сейчас проиграли там на конкурсе заняли первое место ну да приятно дали мне почетную грамоту ну и все на этом все вот а потом в университете в школу к но институт в университете когда училась то ну кто из молодежи не пишет стихов все пишут почти все и вот стихи вот эти юношеские там заметки в тетради какие-то размышления свои на это тем более какая литература это не литература а потом в нашей стране случилась перестойка я уже к тому времени закончила учебу уже работала уже трое детей было младшей дочке моей был годик и тут как раз перестройка надо что-то делать мне для того чтобы выжить просто выжить мне пришлось идти на базар торговать и поначалу это было очень сложно это было очень тяжелое решение перешагнуть но с другой стороны когда понимаешь что как бы детей кормить нечем вообще про одежду и вообще молчу то то и на базар можно пойти и зарабатывать хотя бы на кашу на муху хлеб на пакет молока вот и там вы как знаете в наше время ходил такой анекдот кто такой карл маркс знаете а фридрих эндерс ну карл маркс и такая борода стрижу да не большая красивая борода но при том что оба умные люди вот у нас ходил такой анекдот что в городе жил мужик очень похожий на карла маркса с бородой такой все как мало карл маркс и его постоянно милиционеры задерживали и собирали на беседы ему друзья говорят ну ты сбрей бороду и все эти перестанут собирать а он говорит на бороду то я сбрить могу а умещать а куда денешь понятно анекдоты которые мне контекста да для современной молодежи не очень понятны в общем шел такой был такой анекдот в наше время и я работала на базаре со своими двумя высшими образованиями с образованием психолога я очень быстро начала использовать все психологические приемы которые я знала в работе и они мне помогали как-то ну держаться на плаву и я самой и что торговля хорошая была все но умещать а куда денешь я там начала писать стихи было такое ощущение как будто кто-то просто вот плотина прорвалась из меня хлынули стихи они просто хлынули потоком и как обычно в таких ситуациях бывало бывает первые стихи там очень много мусорных я их почти все выбросила они уж не единицы сохранились а так там слабенькие стихи но их было очень много утром одно стихотворение в обед второе стихотворение вечером третье стихотворение это он действительно какой-то такой поток очистительный был вот и получалось у нас так я приходила на базар и вот те работники которые рядом с нами торговцы торговали они прежде чем начать там товар раскладывать они подходили к моей палатке и я читала стихи которые написала ночью вот там из вечера потом когда вечером заканчивался рабочий день они опять подходили ко мне я читала стихи которые написала сзади у нас таки литературный уголок базара был а потом мне подсказали что у нас барнауле оказывается есть живые писатели оказывается есть он литераторов оказывается как бы это не только те что висят на кабинете литературы а вполне себе нормальные обычные люди со своими плюсами со своими минусами со своими какими-то замолочками но тем не менее тот пусть нормальные обычные писатели вот или я пришла в дом литераторов а я уже тогда поняла что я хочу быть писателя потом на базаре когда вот эти стихи шли потоком, я решила, что я хочу быть писателем, я хочу быть известным писателем, я хочу быть востребованным писателем, поэтому я буду писать прозу, а не поэзию, потому что на поэзии как бы это эмоции сбросили, и всё, а надо что-то серьёзное, нужно такие труды, варианты большие. Мне сейчас это смешно, но тогда это как бы так было, так прозвучало, и я пошла во все студии, которые были при писательской организации, с тем, чтобы... Ну, я начинала писать и вижу, что вот читаю книги, они там яркие, красивые, там куча картина, слова ли написаны, там куча эмоций, а я пишу, у меня получается пресно, неинтересно, скучно читать. У меня несколько любимых авторов, среди любимых авторов есть Сергей Павлов, он сейчас, к сожалению, уже умер, и он немного написал, он фактически автор одного романа, «Лунная радуга». Это фантастический, научно-фантастический роман, двухтомник, он очень в своё время был культовым, и я знаю несколько человек, для которых этот роман помог определиться с профессией, которые выбрали потом свою профессию из-за того, что вот они в своё время прочитали «Лунную радугу». И я пришла на сайт, посвящённый творчеству Сергея Павлова, туда же пришли космонавты. Кто такая Елена Серова, знаете? А Валентину Терешкову знаете? Да. Вот Валентина Терешкова была первой, а Елена Серова пока последняя из тех, кто летал в космос. Она полгода жила на орбите, но уже не на станции мира, а на МКС. Она замужем, причём Марк Серов, её супруг, вообще он собирался быть космонавтом, он поступил в школу космонавтов, то есть всё там, проучился. Хорошие у него результаты, хорошие показатели были, но потом он заболел, перенёс очень сложную операцию, и дорога в космос ему была закрыта. А Лена пришла вслед за мужем туда, и вот она полетела. И так получилось, что Марк строил корабль, на котором Лена полетела в космос. Представляете, муж построил космический корабль на своей цепру. Вообще очень интересная такая романтическая история получилась. Вот, мы на сайте с ними пообщались, и решили сделать конкурс «Звёзды внеземелья». конкурс рассказа о космосе. Вот, сделали конкурс, организовали, конкурс международный получился, очень много участников там было. И награждение было. Звёздный городок, знаете, вы слышали такое? Это недалеко от Москвы есть город Королёв, город космонавтов. И там есть «Звёздный городок», рядышком там называется. Там живут, работают, учатся космонавты. Это одна из таких основных площадок. Так вот, в Королёве есть музей реальной космической техники. И там, в этом музее, есть спускаемый аппарат Гагарина, есть спускаемый аппарат Терешковой, Леонова, есть прототип станции «Мир». Знаете, что такое прототип? Вот в станции «Мир» их было две построены, они абсолютно одинаковые. Одна полетела в космос, а вторая была на Земле. И когда в космосе случалась какая-то нештатная ситуация, какая-то авария происходила, они здесь на Земле изучали, почему. Находили решения, потом передавали космонавтам, и космонавты там действовали по инструкции. И решали все аварийные ситуации. Так вот, там, в музее реальной космической техники, находится вот эта вторая станция «Мир». Первую затопили, вы знаете, да? А вторая там стоит. И это нигде никогда не выставлялось. Это можно посмотреть только там. Потому что для того, чтобы выставить в каких-то других музеях, куда-то повезти, нужно указать страховую стоимость. А какая страховая стоимость может быть у первого спускаемого аппарата, на котором прилетел первый космонавт? Да не бесценный. И поэтому это можно посмотреть только там. И чтобы туда попасть, нужно пройти кучу проверок, чтобы запустили на территорию, и чтобы в сам музей попасть. Ну и вот у нас, когда мы этот конкурс провели, у нас наградой было для победителей, награждение было напротив спускаемого аппарата Юрия Гагарина. И мы были в этом музее. То есть организовали, космонавты помогли нам все это организовать. Документы, проверки. Кто поехал, все документы сдали на проверку. И вот там я походила по этому музею и поняла, что может исполниться одна из моих детских мечт померить настоящий космический скафандр. Вообще у меня в детстве мечта была быть космонавтом, конечно. Но я очень быстро поняла, что у меня больные ноги, и я в космос не полечу. Но вот примерить настоящий космический скафандр оказалось возможно. Но в этот раз у меня не получилось. И я договорилась с космонавтами, с Марком Серовым и с Юрием Владимировичем Усачевым. А Юрий Владимирович Усачев, он четырежды герой СССР и России. Он четыре раза летал и на МИР, и на МКС. Четыре раза там по полгода жил. И вот мы все это подготовили, документы подготовили. Они договорились на какой день. Я приехала, меня туда привезли, взяли скафандр, который был в космосе. Вот чей-то скафандр. И мы пришли в этот музей. Я надела его. Очень непросто надеть. Там целая технология. Скафандр типа сокол, если вам это о чем-то говорит. Типа орлан – это для выхода в открытый космос. А в соколе они находятся внутри космического корабля. То есть он легкий такой. Но с тех пор, как я померила космический скафандр, я теперь… А сколько он весит примерно? Сокол, он не тяжелый. Он тканевый. Там просто ткань из железа. Там только наручи на рукавах, которым перчатки прикрепляются. И шлемофон, которым крепится. И сам вот этот вот закрывается. Ну и все. И тут прорезиненная ткань впереди, где здесь застегивается он. Она еще тяжеловатая. А сама ткань очень легкая. И у сокола, у него армированная спина. Там не ботинки, там типа колготок. Там ботинок нет. То есть они вот он целиком. И он сделан так, что вот спина сделана так, что когда находишься в этом скафандре, надеваешься, он сворачивает в пузу эмбриона. И встать и выпрямиться очень тяжело. Поэтому после того, как я померила настоящий космический скафандр, я смотрю фильмы, где космонавт там свалил на плечо баллон с кислородом и попрыгал где-нибудь там по Луне. Мне становится смешно, потому что я понимаю, что в космическом скафандре невозможно это сделать. У меня фотосессия длилась. Ну фотосессия как? Я примерила. Примерила, да. Ну теперь же надо запечатлеть. А там же космонавты, они люди такие. Факт надо зафиксировать. Все, они с фотоаппаратом. И я там и около этого пофотографировала. Все, поэтому в пилотнажемент прилегла, примерила, попробовала произвести посадку на установке. То есть, а там все это настоящее. И все это сфотографировали. Причем, вот что значит профессионал, да? Фотографировал меня Юрий Усачев, космонавт, да? Который четыре раза был на орбите. Он сделал, наверное, 20 снимков. Ни одного неудачного. Ни одного. Ни одного смазанного. Ни одного не в фокусе. И это было так. Раз, раз, раз. Все снимки были удачны. Все. Что значит профессионал? Ну, потому что в космосе, когда они находятся, там сложные условия. И бывают такие ситуации, когда второго шанса не будет. И вот они это все обучаются. И многим фотографам, как бы стоит у космонавтов получится фотографировать. Потому что получается очень интересно. Если интересно, на моей странице ВКонтакте есть фотография. Часть из этих фотографий, где вот эта фотосессия в космическом скафандре была. Так. Я смотрю, время немножечко идет. А я могу... У меня истории таких... Воса маленькая тележка. О книгах своих расскажите, пожалуйста. Вот я хотела спросить. Рассказать вам интересно про мое творчество или про мою работу руководителем? Потому что и там, и там есть интересное. Сначала про творчество. Про вдохновение. Ага. Скажите, а кто из вас смотрит аниме? Иногда. Да, отлично. Да, я смотрю аниме. Я фанатую. Потом все нормально. А какие аниме вы смотрели? Ну ладно. Наруто. Нет. Полноценный призрак. Это полнометражный фильм. А эти самые сериалы? Габриэль Барсашков. Ага. О, отлично. Прекрасный сериал. Ага. Еще что-то? Место череде. Это тоже не видела. Это же день обладающей сериале. Я хотела просто стихотворение почитать одно. Но если вы не смотрели Наруто, то, может быть, просто ничего не поймете. Ну, давайте. Но все равно свое стихотворение почитайте. У меня трое детей. Да? Я уже сказала. Младшая дочка. Ну, старшая дочка у меня, она фотохудожник. И у нее талант. Она умеет увидеть красоту человека и вытащить ее на фотографии. Вот фотография, которая была на афише, это меня дочка фотографировала. Вот ту фотографию она сделала года три назад всего лишь. Но я там выгляжу лет на десять моложе, чем я есть на самом деле. И сколько она меня фотографирует, на ее фотографиях я всегда получаюсь очень красиво. И не только я. Она умеет увидеть красоту. И причем я так смотрю, девочка там одна горбатенькая. Она некрасивая. Да? Ты еще и с горбиком. Вот. Дочка ее сфотографировала. Такая красивая девчонка на фото получилась. И горбика не видно. И все. То есть посмотришь, ну, просто вообще куколка. Она умеет это делать. Сын у меня, он программист. Причем программист от Бога. Он еще в университете учился. Его пригласили на... Ну, как там, совместное... Короче, наш один гражданин России уехал в Америку. И там он решил сделать магазин электронный. Вот типа Валбереса или еще что-то такое. Но нанимать программистов профессиональных – это очень дорого. И он приехал в политех к нашему ректору политеха и сказал, ну, давай там парочку своих талантливых студентов. Я им какие-нибудь денежки заплачу. Ну, денежки были какие-нибудь. Но парни сделали шикарный магазин. Потом, когда они поняли, что, в общем-то, эта работа стоит вот далеко не вот этих копеек, они ему сказали, ну, ты давай нам зарплату подобавь. Он сказал, хорошо, уволил их всех. Нанял других мальчишек, которые согласились работать за копейки. А сын, как только закончил университет, его сразу же пригласили в Новосибирск, в СКБ «Контур». И он там руководит подразделением и еще иногда читает в Академгородке лекции по программированию. И, в общем-то, очень неплохо зарабатывает. А младшая дочка, она, вот у меня старшая талантливая, сын умный, а младшая дочка, она красивая. Ну, я не хочу сказать, что она бесталантная, она сейчас делает... Ну, кто, в ДНД играет кто-нибудь? В ДНД? Да. А, знакомые слова. Дайсы. Да, да, да. Реально? Да, реально. Они много лет играли с группой со своей в ДНД, а сейчас она делает дайсы для ДНД. И офигенно их делает. Если вам интересно, я потом подойдете после встречи, я покажу ссылочку, то есть где можно посмотреть работу офигенно красивой. И вот она меня подсадила на Наруто. Я когда в очередной раз ходила и жаловалась, что я хочу что-нибудь такое легкое посмотреть, интересно, и в то же время бодренькое, она мне отдала ссылку и говорит, посмотри на Наруто. Я посмотрела всего Наруто, все, что на тот момент было выпущено. Потом после него пошли остальные, там, блечь, тетрадь смерти, и дальше уже прям без разбора. Вот, а потом дочка вышла замуж, а парень ее, ну, жених, да, он из их группы ДНДшников. Они вместе смотрели вот все эти аниме, вместе играли во все это. И он ей, знаете, что подарил, когда делал предложение? Катану. Это был очень романтичный подарок. Ну, понятно, что это реплика, и понятно, что это такая очень простая, но тем не менее. И вот эти вот протекторы, которые на голову надевают, там, если ДНД видели, там, ну, в смысле Наруто, то понимаете, о чем я. Вот, ну, и понятно, что поздравления на свадьбу от меня ждали в стихах, и понятно, что простое поздравление я написать не могла. Поэтому, если кому непонятен язык будет, вы потом скажете, я переведу на русский. Дак ты моё, настал этот день, я счастлива, видит Бог. Сегодня каги всех деревень расселись чинно в рядок. Попал в гинзюцу шиноби-кун, забыл про кике-гинкай. Шиноби-саня, дыши цигун, шиноби-оля, вникай. Доволен биджу, его призыв закончился свадьбой двух. Шиноби-саня, нетороплив, у оли могучий дух. Отброшен в сторону сюрикен, пора идти под венец. Уже стоит на столах рамен, уже украшен дворец. Шиноби-оля танцует вальс, и плачет её отец. Шиноби-саня, друзей потряс, он сильный и молодец. Гуляет свадьба, вся чакра в хлам, и звёзды сложились в печать. Пора шиноби создать свой клан и новую жизнь встречать. Вот, понятно, друзья у Оли и Саня были впечатлены и счастливы. А торт, знаете, как у них был свадебный? Я сейчас покажу. Ну вот, если кто в теме, да? Помада на свадьбе, потом подошла, говорит, я много свадебных тортов видела. Объясните мне, пожалуйста, что это такое. Ну и мы объяснили. И нам объясните не следующее. А, это для народа, гензюцу, мир, иллюзии, мир, как это называется-то, гипноз, по-русски говоря. Если перевести на русский, вот, что вот, всё, они там, и теперь будут жить вместе счастливо. Один из символов народа. Вот. Ну, у меня, конечно, не все стихи такие далеко. У меня есть и другие. Но я люблю фантастику, я пишу фантастику. У меня очень много фантастических стихотворений. Но есть и не только фантастические. Сейчас я фантастические быстренько вам прочитаю. А потом и фантастические. А, ну, чё, буду просто читать. Давай сбежим туда, где нет дорог. Где только бурелоны, овраги. Где листопада, искренние сады, и мхи скрывают первозданность строк. Где каждый шаг записан и забыт. Где ждут гостей, ярилы и свароги. Давай оставим в городе тревоги. Давай сбежим. А скажем, погребай. Сейчас. Я стихи читаю редко, потому что я прозу пишу. Я пишу фантастические, фантазийные романы. А вот у вас было такое, что вы, например, что-то сочиняли, а потом не записали и забыли? Да, полно и полно. У меня раньше, когда я ещё стихи, стихов много писала, у меня постоянно при себе была записная книжка и ручка, и они были всегда со мной. В крайнем случае телефон. На телефон можно было записать. Но сейчас я стихи пишу редко. У меня раньше как было? Я писала прозу, рассказы в основном. А стихи у меня были как это что-то, что не вошло в рассказ. Не внестилось. А сейчас я пишу романы, и у меня все мои эмоции, всё, они прекрасно туда вмещаются. И как бы не стало необходимости писать стихи, и поэтому, видимо, больше не будем. Ну, кто его знает, вообще я не зарекаюсь, потому что жизнь, она такая. Мне как-то снился сон. И прям ужасник. И я проснулась в панической атаке, задыхаясь, и не понимая, где я нахожусь. Такое ощущение было, что прям вообще всё, мрак и темнота. И я вышла во двор, чтобы... Я в своём доме, в частном живу, вышла во двор для того, чтобы походить, успокоиться, и чтобы семью не будить. И пока ходила, я написала стихотворение. Мне снилось, закончился свет. Мне снилось, не стало тепла. Мне снилось, чёрный квадрат накрыл, словно саваном мир. Мне снилось, пришла беда. Мне снилось, что мы умрём. Ты, наши дети, я. И пьяный мужик под окном. И в той подавляющей тьме хотелось громко кричать, плакать, всё крушить, быть слабой, как мотылёк. И чтоб не сойти с ума, мы стали тихонько петь. Ты, наши дети, я. И этот мужик под окном. И мы пели, что будет день, что солнце прогонит мрак, что нас не коснётся смерть холодом и темнотой. И песню услышал Бог и молвил. Да будет так. И солнце из рук своих в души наши вожил. Свободны ли звёзды в своих желаниях лететь, например, в друг дружке в кости? А после на посиделках или свиданиях перемывать соседним галактикам в кости? Потом собраться толпой в дружной и ринуться вместе куда-то на митинг. И там, возможно, вполне заслуженно подвергнуть правительству жёсткой критике. Свободны ли звёзды гореть и гаснуть? Когда нам им самим заблагорассудиться и падать? Падать рощерком ясным для тех, кто желание загадать потрудится. Свободны ли звёзды влюбляться неистово и делать глупости ради любимого? Заглядывать в души людские пристально, по зову душевному, неистребимому. Свободны ли звёзды, пускай мимо рукам, увидеть вселенной хитросплетение? Спросите. И я отвечу. Свободны. В рамках всемирного тяготима. Знаете, да, в каком семирном тяготиме? Изучали уже? Снова ночью мне не спится. Я возьму клубок и спицы. И вплетая ним занятию, Время древнему занятию посвящу. Учила мама, чтобы я держала прямо спину, Чтоб не прогибалась, Чтоб усильных не просила, Не страдала и не ныла, Чтоб всё время улыбалась. Слышу мамин голос точно. Ласковый телёнок, дочка, Маток двух сосёт, поверь. Дети у нас своим теперь повторяю. Выпрямь спину. Будь мужчиной. Это сыну, Ну а дочке не воюй. Так петелечка к петельке Из клубка большого нити Варежки уходят жить. Под снегом дремлет. Вы на лыжах катаетесь? Да. У вас физкультура есть, да, на лыжах? Да. У нас в Киргизии на лыжах не катались, У нас там не было снега. У нас был каток, Но тоже физкультуры не было на катке. Это так, для своего удовольствия ходили катались. А в Барнаул я приехала, Поступила в университет, И у нас как зима, А физкультура нас на лыжную базу. И кататься на лыжах. А я в них просто ходить не могу, А там же ещё горочек кататься надо. Для меня физкультура, это была прям трагедия. И я, чтобы не ходить на физкультуру, Записалась на конькобежный спорт. И каталась на коньках, на конькобежном спорте. Пока физкультура была, Потом физкультура закончилась, Я с конькобежного спорта ушла. Но чем, что мне это дало, Пока я занималась конькобежным спортом, Я научилась падать, Научилась ходить по льду. И теперь я не падаю. Под снегом дремлет. А, ну на коньках, на лыжах всё равно Мне пришлось научиться, Но уже после университета. И я каталась на лыжах. Пришлось. У меня муж спортивный. С ним не забываешь, Пришлось научиться кататься на лыжах. Под снегом дремлет царство Бериндея, Хозяин спит в берлоге у сосны, Затихли песни жителей лесных, И я в лесу кричать сейчас не смею. Лыжня бежит, я по лыжни бегу, И каждый шорох, каждый звук здесь гулок. Смотрю окрест, пришла пора снегурок, И каждый след послания на снегу. А я бегу, и шапка на бекрень, И жар в груди сродни огню ярилы. Я дверцу сказки для себя открыла, Но краток, как же краток зимний день. А осень любите? Да. Нет? Нет? Да, нет. Ну, весной понятно, красиво, Когда всё цветёт. Но осень тоже, она как ожидание, Что вот сейчас всё, И будет, и снег поглоет. Осенью в парке. Стихотворение. Осень в парке позабыты, Одинокие качели. Лист осенний на сиденье намокает от дождя, И прозрачен воздух синий, Карусели опустили, И аллеи посветлели, Громко листьями шуршат. Осень в парке я не смею, От волнения не имею, Слышу, как курлычет чинно, Улетает дальше клин, И для грусти есть причины. Осень сорвала личины, И стоят деревья в парке, Одинокие, как мы. Анна Александровна, А что же интересного-то В вашей работе с писателями В качестве руководителя отделения Союза писателей? В качестве руководителя, Ну, у меня путь такой получился, Для меня это немножечко было неожиданным, И в то же время как бы ожидаемым. Я работала литературным консультантом В Доме литераторов. У нас был еще раньше В Доме литераторов. Но потом Дом литераторов закрыли, И я осталась без работы. А там, пока работала В Доме литераторов, К нам, у нас в Барнауле, Проводили пленум Союза писателей России. И среди прочих гостей Мне удалось включить В состав делегации, Ну, настоять, чтобы включили там, Кто я такая была, Чтобы там включать, не включать. Но я предложила, Кто настояла. И к нам приехал Логинов Святослав Владимирович. Это мой второй любимый писатель. Если вы не читали Его «Свет в окошке», Почитайте, пожалуйста. Или «Многорукий бог давай» Ну, у него и другие романы Очень сильные. Но эти самые такие, Они премии, Что у одного и у другого романа Выше крыши. И это очень глубокий, Очень интересный. И очень легко И красиво написанный. Два романа. Ну, там у него еще и колодец есть тоже. Тоже очень глубокий, Дорогой широкой. То есть у него филолог. У него много произведений. Но вот эти вот у меня два, Они прям любимые. «Многорукий богдалайна» И «Свет в окошке». И мне хотелось, Чтобы он приехал к нам на Алтай. Вот. Показать ему вот наши красоты. Да, у нас там очень красиво. У нас на Алтае есть свой Марс. Представляете? Прямо красные горы. И такие они, Цвета меняются. Есть красно-сиренево, Там оранжево-желтый. И мне хотелось устроить встречу с писателем, Чтобы вот так же, Как вы сейчас пришли на встречу со мной, Чтобы к нему пришли, К нему на встречу пришли люди, Которые читали его произведения, Которые бы поняли, Кто к ним приехал. Не вот так вот нон-стоп Знакомиться с человеком, Которого до этого никогда не видел, А чтобы пришли, Уже понимали, Что за человек, Чтобы уже вопросы готовые были, Ну и просто поговорили. Вот. И я объявила на сайте Дома литераторов, Что организуется клуб любителей фантастики Барнаули. И на этот клуб так получилось, Что в первый день, Ну а клуб, Чтобы мы на этом клубе почитали произведения, И пришли подготовленными на встречу. И так получилось, Что на этот клуб пришли только девушки. Мы очень хорошо поговорили, И решили, Что клуб у нас будет женский, И парней мы не возьмем к себе. Будет клуб любительниц фантастики. И мы почитали произведения, Все замечательно. Всегда это было весело, С чаем, с хохотом. И парни, и мужчины там ходили, Возмущались, Что это за дискриминация по половому признаку, Почему их не пускают. Они тоже хотят, Но это было весело. Потом Святослав Владимирович приехал, Встреча получилась великолепнейшая, Она началась в 10 утра, А закончилась в 10 вечера. Представляете? Некоторые люди там приходили, Потом уходили на работу, Кто-то приходил с работы, Подключался. Мы несколько раз бегали, В доме литераторов, Бегали в магазин, Покупали там продукты, Тут же быстренько накрывали на стол, Ели и дальше продолжали разговаривать. А Святослав Владимирович, Он очень интересный рассказчик, Его можно вообще часами слушать, Он может рассказывать, И он сам с удовольствием рассказывает, И слушать его интересно. Но потом, Когда я его свозила в горный, Показала ему все наши красоты, То есть все, Что было запланировано, Было сделано, А потом, Когда он уехал, Оказалось, Что мы за вот эти несколько месяцев Настолько сдружились, Ну как бы уже дальше, Цель, для которой я собирала клуб, Она реализована, И дальше, Либо надо другую цель придумать, Либо расходиться. Расходиться не захотели, И тогда предложили мне, Что давай студию будешь вести. И так появилась студия При клубе любителей фантастики, Она появилась в 2013 году, Или в 2012, В 2012 году. Вот, и с тех пор у нас студия существует, И я эту студию веду. Вот, потом, Когда дом литераторов закрылся, А, ну и мужчины там тоже ходили, Возмущались, И я открыла вторую студию, Уже, да, Вход был всем открытым, Мужчинам и женщинам. То есть я вела одновременно Две студии, Просы, При клубе любителей фантастики, И студию Прос для всех. Вот. Потом, Когда дом литераторов закрыли, То все студийцы, И те, И те, Сказали, Что мы будем тебе платить, Только не бросай нас. И, Ну, А помещения не было, Как бы, Встречаться, Где снимать, Там, То, Что они платили мне, Ну, Как бы, Немножечко на хлеб, И даже без масла. Вот. А жить-то все равно надо, У меня трое детей, Там, Понятно, Муж работает, Но все равно, То есть какой-то доход должен быть. И я написала грант, Службу занятости, Я этот грант получила, И образовала, Организовала в Барнауле Литературное агентство «Меолит». Ну, На самом деле, Это была школа литературного мастерства, Просто школа литературного мастерства Звучит не так круто, Как литературное агентство. Но, С другой стороны, Как агентство я тоже работала, Студийцы, Которые писали интересные произведения, Я их рассылала там в журналы, На конкурсы, И как-то продвигала их творчество. Вот. А так как у меня, Помните, О рассказах у меня Два ваших образования, Я физик и психолог, По физике у меня дипломная работа Называлась «Психологические приемы В преподавании сложных предметов». То есть она была на стыке Физики, педагогики и психологии. Ну, а потом плюс еще психологическое образование, А литература, Преподавание не литературы, А преподавание писательского мастерства. Это очень трудный предмет. Потому что нужно научить писать, Человека нельзя, Но научить его, Помочь ему освоить приемы литературные, Которые он потом может использовать в своей работе, Это как бы очень непросто. С одной стороны, А с другой стороны, В то время еще и не было ничего. Сейчас там такие курсы, Сякие курсы, Куча всего в интернете можно найти. А тогда еще не было ничего. И я разработала свою методику Преподавания литературного мастерства. С использованием своих знаний по физике, Знаний по психологии, И своего уже литературного опыта на тот момент. Вот. И из моих студийцев, Из тех, кто вот в первом наборе были, Они все стали членами стык-писателей, Они все получали, Там какие-то премии получали, Там куча публикаций у них. Вот. Мы работали некоторое время. У меня получилось, Что я без всякой поддержки, Ни там, ни министерской, ничего. Вот этот вот первый грант был, За который я потом отчиталась, И все. А чисто вот на, Что называется, На самоокупаемости, Я развила Очень так неплохо Это литературное агентство. У меня там и школа комиксов была, И онлайн-студия для тех, Кто вот живет в других городах И других регионах, Хотят обучаться, А у них негде. Ну, просто негде. И они могли онлайн проходить. Я курсы проводила, Всякие разные интернет-курсы. Вот. А писательская организация в это время, Там руководил другой человек, Она потихонечку как бы херела, Мягко говоря. И у нас было закрыто Юридическое лицо, Было закрыто Банковский счет, Нас лишили дома, Лишили помещения. То есть руководитель Умудрился рассориться С библиотеками, С вузами, Со школами, Но главное с администрацией, Со всей. И когда встал вопрос уже О том, чтобы, ну, вообще Писательскую организацию Распускать, А тут вот он, пример, Когда с нуля Литературное агентство, То есть то же самое, Но развивается И довольно-таки Неплохо развивается, Мне предложили Взять писательскую Под свое крыло, Стать руководителем, Ну, и хоть что-нибудь сделать. Ну, я согласилась, Меня выбрали руководителем. В результате Первым, что я сделала, Это восстановила Юридическое лицо, Открыла счет в банке, Потом там дали помещение, Потом стали приглашать И проводить там кучу Литературных всяких Разных мероприятий, Восстановились связи С регионами. Сейчас мы договариваемся Железной дорогой У нас писателей. Алтайский край, Он тоже немаленький, Вот, прямо скажем. И он весь с железными дорогами Изъезжен. И мы договорились Железная дорога, У нас писатели бесплатно ездят. Везде, где есть железная дорога, По Алтайскому краю Писатели ездят бесплатно. И сейчас подписываем договор, Чтобы писатели, Вот они в какой-то город приехали, Чтобы они могли и в гостиницах Бесплатно переночевать. И там потом будем На администрации уходить, Чтобы из мероприятия Это уже такая работа. Вот. Студия продолжает. Единственное, Что я уже свернула ее До, только до одной студии. Студия одна. Онлайн тоже, к сожалению, Закрыла, потому что Ну, я просто не успеваю. Сейчас, извините. Танечка, я занята. Я тебе потом перезвоню. Я занята, занята. Все, извините. У нас просто 15-го числа Открытие башеновских чтений У нас присыпает Такой замечательный был Башенов Владимир Михайлович. Вот. И нужно человека было найти, Кто туда поедет От писательской организации, Потому что я тут. И вот девушка Как раз по этому поводу звонила. Вы спросите, У вас есть что-то из-за психологии? Из-за психологии в каком смысле? У вас так же обслога. У вас какие-то книги типовые? Я книги по психологии не писала. Я просто все эти знания Использую в своей работе И в своих произведениях. А по физике? Научных работ по физике у меня нет. Я использую все знания по физике В литературе. А где вы эти знания применяете? Как именно применяю? Но знания по физике При описании Мира Я пишу фантастию И фэнтези Я фэнтези пишу Вот. Понятно, что можно нарушать Любые правила Особенно, если это фантастические произведения Фантастика или фэнтези Но для того, чтобы правильно нарушить правила Правила нужно знать И вот когда ты знаешь, что нарушаешь И правильно его нарушаешь Получится офигенно интересно Ну тоже А вот у вас фантастика Фантастика ближе к человеческому Ну то есть Не техника, к человеку Ну я имею ввиду к настоящему миру Или к какой-то там вообще свой миру Фэнтези Да С демонами, с богами С духами Со всякими этими другими расами Которые от уж прибыли по всему То есть мои демоны отличаются Ну давайте будем завершать Очень интересный рассказ Я быстренько завершу И все При литературном агентстве Начал выпускаться вот такой журнал Фантастическая среда Он не жанровый Тут любая литература Фантастика Наш девиз Потому что действительно Любая литература Это все равно Она идет через восприятие автора И там элемент вымышленного мира есть Вот И я привезла вам Можете почитать И Алтайская краевая писательская организация Получает гранты Вот один из них был Президентский грант Фонда культурных инициатив И мы издали вот такой сборник Это Алтайский край Взял шефство над славяно-сербском Это луганская народная республика И мы То есть наши строители Там ездили И поехали туда Они отстраивают Славяно-сербские здания Порушенные И все Вот Наши там Специалисты там На заводах Или там Железные дороги Или еще что Восстанавливают сейчас И Писательская организация Тоже работает там Потому что у них Очень много книг В библиотеках Было просто уничтожено Книг на русском языке Нету Они были все уничтожены Вот И мы Отправляем книги И вот Издали сборник Здесь Алтайские поэты И поэты Славяно-сербска И Луганска То есть Луганские народные республики И когда мы Вот этот Сборник сделали Причем здесь Не только стихи Но еще и песни Песни флотами Это Если потом Для работы нужно Будет Это вот прям как Настойная книга Потому что Там О патриотизме О труде О малой родине Это все тут И мы сделали книгу Такую Чтобы не вот Ура Которая сейчас А такую Чтобы она актуальна была Через 10-20 лет Вот такие стихи И когда мы Этот сборничек Написали Про него Выложили То к нам Стали поступать Отовсюду Еще он в работе был Поступали произведения Отовсюду Со всех уголков В России Люди хотели Принять участие А в гранте Там же оговорено Количество Сталиц Как хочешь Больше нельзя И тогда вот Мы в фантастической среде Провели конкурс Произведения Мир после войны И здесь очень много То есть этот конкурс Посвящен событиям На Донбассе И я хочу Закончить свое Выступление Стихотворением Которое стало Победителем Этого конкурса Этого конкурса Это не мое стихотворение Это стихотворение Светланы Светоч Из Луганска Она прислала Нам это стихотворение И единогласно Было выбрано Победителем Стихотворение Называется Донор Видо крови боюсь Но не важно Иду сдавать На работе сказали Два дня разрешат гулять И шагая вдоль стен По продрогшему февралью Я на станцию крови Иду перелить свою Есть болезни Не пьете Не куете Врач спросил Нет Колите Берите Скорее И ждать Нет сил Капля крови На пальце Красни Так страшно Жуть Вы бледны Говорят На шатырь Поднесли Нюхнуть Группа А, Б Четвертая Редкая Резус плюс Как же долго Анализы Господи Я боюсь Допустили Все норме Здорово И вес хорош Все Сейчас позовут На забор Не под нож Не под нож Двери Настяш Мужик забежал Преграждает путь На прямое Пожалуйста Люди Хоть кто-нибудь Группа А, Б Четвертая Редкая Резус плюс У меня Говорю И как лист На ветру Трясусь Побежали На скорую Быстро Везут Везут В поликлинику Рядом Недолго Халат даю Надевайте Быстрее Врачи Персонал Бегом Я за ними Что будет Потом Объясним Потом В коридоре Каталки С окнами Снег Зима И под белым В тиши Первоцвет До весны Дремал Первоцвет Паренек Двадцать лет Ах, война Горька Рядом Смерть И моя Под иглой К нему Рука Кто Дотянется Я Или мерзкая Все ж Она Паренек Первоцвет Ненавижу Тебя Война Ненавижу До хрипа Всем сердцем Душою Всей Начинает Войну Кто внутри Голубых Кровей Капля Крови Моя На разливах Его крови Капля В море Прошу Паренек Первоцвет Живи Я не помню Как вывели Под руки Все кругом Перевернуто Кружится Как он Потом Потом Ешь давай пирожок Сладкий чай Не забудь попить Доктор Милый Скажите Тот парень Он будет жить? Будет Будет И снег За окном Повалил опять По полям Пустырям По холмам До весны Лежать Ни снежинки Ни снег Белая-белая Как простыня Белый саван Войны Весь в крови Там и кровь моя Ярко-красной Зарей полыхает И небо гладь Словно хочет Свою каплю крови Ему отдать Словно я Словно ты В капле крови Одна лишь суть Первоцвет Ты живи До весны Как рукой Чуть-чуть Аплодисменты Продолжение следует...